МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Впередний бампер троповой заряд. Блококрасочное покрытие, элементы остекления автомобиля. Выброс гравии. Это ДТП или нет? Ни одного знака, что выброс гравии с подколес нет. И кто должен возмещать ущерб? Дорожники или владелец машины? Из-под колеса которой вылетел гравий. Лобовое стекло трескается под градом асфальтовой крошки. Надо ли догонять машину, из-под колеса которой камни летят? Огонь! Трасса! Машина обстреливает трассирующими. На обочине два десятка машин. Хозяева считают сколы по кузову. Трещины на лобовом стекле. У меня просто два автомобиля вмешало. Шум, гам, суета. У майора Петрова бланки заканчиваются. Сейчас я ищу, кто еще кому не купил. Но инспектор обещает работать до последнего. Скажете, мы сколько бумаги, сколько наших сил будет оформлять? Уважаемые пострадавшие! Пострадавшие уверены. Раненых машин в округе, как щебенки на этой трассе. Если поехать в Ивангороде найти пальцы одной руки пять машин, без сломанных стеклами, я снимаю свои претензии. Буквально все! Расстреливает машины участок трассы Нарва протяженностью 20 километров. Минувшим летом здесь положили свежий асфальт. И вот он уже в щебенку превратился. Крошиться дорога начала еще до зимы, говорят водители. Это еще до снега. Как только выложили, как только выложили. Они сразу отвалились. Это сразу стекла начали видеться. И кто же в этом виноват? У нас не надо. Обслуживают одни делающие руки. Те, кто обслуживают, ни при чем. Вроде как они по другой части. Снегоочистка, гололеда, чтобы не было. Ну то есть чисто технически покрытие, это не ваше все, да? Нет. Они приняли дорогу. Владелец дороги Росавтодор. В местном филиале уже решили, кто автовладельцам ущерб должен возмещать. Подрядчик несет не только гарантийные обязательства, да? Но также и имущественную, правовую и другую ответственность. Отлично! Но как с подрядчика деньги получить? Да, пострадавших от камушков по всей стране немерено. Рассчитывать на выплаты по ОСАГО пострадавшим не приходится. Верховный суд сказал, что повреждение автомобиля гравия не является классическим ДТП. Значит, выход в подобных ситуациях один. Требовать у сотрудника ГАИ составление акта о состоянии дорожного покрытия и протокола в отношении дорожной службы, не исполняющей свои обязанности по содержанию дороги в безопасном состоянии. С такими документами, иском к дорожной конторе и оценкой повреждений уже можно обращаться в суд и даже рассчитывать на возмещение ущерба. А что? Прошло время разбрасывать камни. Теперь пора их собирать. На сегодня это все. Включайте первую передачу в следующее воскресенье. Пока! АПЛОДИСМЕНТЫ